Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. В сегодняшнем ролике вы увидите партию, которую прокомментирует мой друг Сергей Викторович Вокарев, он рядышком со мной. Здравствуйте, уважаемые любители шахмат, подписчики канала Романа Овечкина. Всех приветствую! Мы вот так случайно оказались вместе на одних сборах Екатеринбургской школы шахматов. Ну и решили, пользуясь случаем, показать вам одну из лучших партий Сергея Викторовича. У него, понятно, их сотни, но одну из них мы сегодня с вами рассмотрим. Выбрать было очень трудно, постараться. Эта партия была сыграна давненько, Сергей Викторович еще не был гроссмейстером. 2000-й год, в поисках нормы, в поисках своего стиля еще находился. Он ездил вместе со своим учеником Сашей Матылевым в далекие страны. И эта партия была сыграна в Испании, в Ленарисе. Его противником опытнейший, некогда советский шахматист, уже на тот момент давно американский, да, Александр Шабалов. Шахматист очень острого стиля. Подготовиться, я думаю, было непросто, потому что играет, очень любит играть вариант Дракона, например. То есть понятно, что Сергей Викторович в тот момент играл только Е4. Шахматист, там школа Таля, там Рижан, возьмите, Широв, Таль тот же. Вот и Александр Шабалов, ты ярчайший представитель этой реческой школы, очень острый шахматист, Е4, да. Так, ну, прежде чем начать партию, я забыл, что мы не поздравили наших уважаемых слушателей с наступающим Новым годом. Да, всех с Новым годом. Всех поздравляем. Ну, еще пока я не забыл, Рома, тебя персонально хочу поблагодарить, все-таки пригласил в гости, хотя мы как бы вместе живем в этом двухместном номере, но пригласил в гости на канал, да еще никуда-нибудь в раздел шедевр, я просто, ну, доволен. Ну, поехали, Е4, С5, я играю белыми, черными Шабалов, Конев 3, Конь, С6, посмотрим, шедевр, не шедевр, не знаю, давно эту партию не пересматривал. Конь, Д4, Е5, да? Ну, также Александр Шабалов очень много партий сыграл в варианте Дракона, против Сергея Викторовича решил вот этот ранний Челябинский, или почему-то его называют вариант Калашникова, не знаю, с чего это название пошло, потому что... А мы сейчас поймем, почему Калашникова, потому что стрельба идет со всех сторон в очередь, это острейший вариант просто. Я думаю, нет, дело не в этом, но эти позиции, вот эта позиция, активно проверялась в матче Макдональд-Лабурдоне, возможно, не в одном матче, они сыграли их в шесть, вот, и именно из этих матчей Евгений Элинович Свешников и вынес Челябинский вариант, то есть, благодаря изучению партии матчей Макдональд-Лабурдоне появился Челябинский вариант, но потом... Кстати, сам Евгений Элинович стал считать, что ход четвертый Е7-Е5 без кони в шесть, чуточку точнее. Белый, конечно, обязан идти конем на Б5. Я сейчас такую скажу мысль резкую, может быть, свое мнение, поэтому варианты вышло. Для меня нет никакой разницы, что ранний Челябинский, ну, грубо говоря, что поздний, что классический. Я всегда считал и считаю, и буду считать вот этот вариант, челябинский, ранний Челябинский, полукорректный, полукорректный. Почему? Я не верю, что черные могут безраздельное господство отдать белым центральное поле Е5, делать им что хочешь. А, пардон, Д5, конечно, и чувствовать себя уверенно, не верится. То, что его до сих пор не опровергли, для меня загадка, непонятно, он жив-здоров, вот сейчас очень понятие Мира Карлсон применял успешно, да, это удивительно. И вдвойне удивительно, извини, что перебью, вдвойне удивительно, что поле Д5 тут же Карлона занимал пешки. Мне кажется, это неправильная стратегия. Я думаю, что года жить ему осталось, по большому счету, 4-5, когда просто компы еще сейчас, конечно, думаю, они мощные, компьютеры, но придут настоящие мощные компы типа Альфа-Зеро, которые уже начинают потихоньку там подкрадываться к шахматистам, и этот вариант получит свою торпеду заслуженную, которую он уже давным-давно ждет и пойдет на дно. Такое мое мнение, это Челябинский. Ну, когда против меня Челябинский играли, я никогда особо не готовился, как бы, считаю, что просто надо надежно оккупировать поле Д5 до начала, а там уже... Ну да, ход Д6 является основным, потому что есть еще вариант А6, конь Д6, слон Д6, ферзь Д6, но там у белых преимущество двух слонов, так называемый киевский вариант. Да, считается, что там у черных опасная позиция. После Д6 у белых масса возможностей, вот в этой партии Сергей Викторович выбрал ход С4. Тремя годами позднее против того же Шабалова Сергей сыграл конь 11-3. Я партии сыграл, вот это выиграл, а потом он, причем он проиграл ту партию и снова этот вариант применился, но не боялся, хотя партию проиграл разгромным стилем, применил, но и что-то там не получилось. Значит, тут можно было конь С3 пойти, но я пошел С4, но поле Д5 самое главное, если еще раз есть возможность его взять под контроль, ну почему бы это не сделать, С4 мне нравится. Главный минус это ослабление поля Д4, конечно, но она не так слабо, как поля Д4. Ну и вот здесь основные ходы, я так подозреваю, что А6, слон Е6, конь Ф6, да? А6, конечно, конь Ф6, слон Е6, ну вот ход Ф5. В этой партии после А6 последовал ход не конь Ф6, не слон Е6, а Ф5. Ф5, ход я на тот момент точно помню, что никогда его не изучал, выглядит очень рискованно, ослабление, но показывает недюжинные амбиции Шабауа, то есть шматист острейший и, вероятно, очень хорошо этот вариант им проанализирован был. Мы сейчас увидим в партии, как он там ориентировался, фантастик, Ф5. Дело в том, что турнир Швейцарка, да, там... Ему тебе обыгрывать надо. Обыгрывать надо, если посмотрим. У него 3.70, у него 2.570. Да, на 100 пунктов выше, и Швейцарке вообще, если рейтинг у тебя выше, надо стараться побеждать, поэтому отсюда... Любым цветом, да. Острый вариант такой, то есть на победу играет. Ну, ЕФ ход понятный, логичный. Потому что еще и пешку на Ф4 поставят, а слон С1 убьется, да? Да, на С1, слон Д3, там можно было бы Ф4 получить, развиваться. Да, ЕФ логичный ход. А здесь у белых богатый выбор, конь С2, слон Е2, слон Д3, то есть Сергей выбрал скромное слон Е2. Слон Е2 я выбрал. Сейчас мне этот ход кажется неочевидным. Если неплохой, я так смотрю, какая-то идея, С3, слон Ж2, может, конь С2. Ну, я не знаю, там, если черные разовьются, и конь потом... А, слон Е2, сковарный идея, может быть, слон Ж4 где-то дрожит. Вот почему. То есть вынуждаешь конь Ф6, поэтому не конь С2. Ну, очень выгодно белопольных поменять. То есть основная идея... На слон Д3 он, наверное, уйдет, слон Е6. Да, да, так и есть. Это такая теория есть. Слон Д3, слон Е6. Или конь С2, конь Ф6, конь Е3, слон Е6. Ну, это могло привести к позиции из партии. Слон Е2, ну, дебюте надо быстрее развиться, конечно. И понятно, что белым надо срочно коня на Е3 привести. Конь Ф6 не допустил, он слон Е4. Да. Так вот это вот момент очень важный. Конь на А3 вообще может, если про него забыть, он там так и останется до конца партии. Черные будут атаковать. Смотрите, они уже линию я вскрыли. С фигурой на королевском. Хотят сделать рокировку и при случае пожертвовать пешку. Б7, Б5. И две связанные пойдут. Конь на Д4 может. Конь С2 обязательно, как бы быстрее коня в игру. Конечно, на Е3. Рокировка. Что я сделал? Рокировка пока что. Да, ну, сейчас плохо взятие на С2, потому что с белыми полями у черных серьезные проблемы. Поля Д5, Е4, слабая пешка Д6 и слон Е7. Это мечта для белых, конечно. Размены эти поля отмажаются. Конечно, черные играют грамотно. Ладья Ц8. Очень грамотно и сильно, между прочим. Конь Е3. Напали на слона. Слон Е6 отошли. И надо оккупировать пункт Д5. Чем оккупировать? Вот важный момент. То есть здесь можно пойти сразу конь Д5, а можно сыграть слон Ф3. Вот этот ход мне нравится. Да, мне долго думал над ним. На Е2 слон пассивный. Упирается в пешку С4. Тут мы сразу его на рабочую диагональ выводим. Причем я даже готов где-то пойти слон Д5, лишь бы это поле схватить. Ну, благо конем нельзя брать на Д5. То есть так и было. Король Аш-8 слон Д5. Конем на Д5 бить нельзя из-за ЦД. Вилка. А слоном меня устроит. Да. Если слоном, белые захватывают поле Д5 лошадь. Не меняется. Это говорит о глубоком понимании шахмата. Вот не шахмата этой позиции конкретно. Шабава. Размен белопольных слонов ни в коем случае черным. Противопоказан. Все это у них будет стратегически. Ну, почти без накида. А вот с конь бьет Д5, теперь белым, мне кажется, что надо считаться в каждом году. Что делать будем? Развиваться, да? Б3. Ну, слона на Е3 не вывести. На Е3 у нас конь стоит. Значит, Б3. На Е3 слон Б2. Б5. Ну, это, ребята, очень сильная игра. Подозреваю, что это, наверное, плод какой-то домашней работы. Потому что... Вот видно, что вот Шабавов. Ход Ф5, наверное, даже может быть, возможно, самый сильный. Я вот так думаю, на Ф5. То есть сразу осуществляет идею именно вот этого раннего. Челябинского. То есть коня на Ф6 он не вывел. А именно для того, может быть, чтобы Ф5 сыграть сначала. Может быть, в этом идее раннего Челябинского. И все идеи блестяще проводит Шабавов. У меня тут не было, по-моему, перевеса. Все-таки позиция очень острая. Здорово играет. То есть скрыл линию Ф. И Б5. Типичный ход. Пожалуйста, бери пешку. Но за пешку. Не знаю, съел я, нет? Нет, конечно, не съел. Потому что после ЦБ, АБ, конь бьет Б5. Мне кажется, там, помимо хода конь бьет Д5, да, есть всякие ферзь Б6. Конь отошел, там, конь Б4. А, или ферзь А5. Потом конь Б4. Точно так. Висит конь на Б5, подвисает слон на Д5. И если черный центр двинется вперед, то он просто сомнет. Никакая лишняя пешка не спасет белых. Главная идея белых, черт, вот. Держаться зубами. А, вот конь Д4. Нет, ты не взял. На ЦБ конь Д4 висит конь. И, то есть, даже пешку не выиграет. А сейчас Б4 грозит. На конь Е4 конь бьет Д5. То есть, все фигуры черных входят в игру. Естественно, взятие ЦБ практически не рассматривалось. Главная идея, если мы держим поле Д5, мы ничего не боимся. Никаких деверь. На БЦ даже подозреваем. Может быть, БЦ есть? Такой супернадежный. А может быть, слон. Слон со 4 вроде неплохо, потому что поле Д5. Потом конь туда. То есть, поле Д5. Хватает несколько пока под боем. Поле Д5 схватили. И на случай Д5 слон на Б2 там диагональ. Да, да, да. Слон на Б2 нормально расположен. Он препятствует. Расстреливает. Где-то всегда, если ДФ4 присутствует, что у Белых слона живет. Да, последовало конь Б4. Конь Б4 последовало. Борьба за пункт Д5. Главный пункт, я еще раз говорю, если Белые его схватят, то Белые будут перевезать. Если черные поборются, как не уступят, то борьба им будет неясна. Конь Б4. Отличный ход. Ферзь Е2, да. Белые взятия на Д5 не опасаются. Но Ц4 теперь уже, я подозреваю, хотят бить. Тут и слон, и слон, и слонет неплохо, потому что Д5-то нельзя. Ну и ладью на Д1 хотят пропустить, чтобы... Ферзь Е2 плотный ход, мне он сейчас нравится. Защитили лишний раз пешку Ц4, освободили поле Д1 для ладьи, чтобы... Ну и ухода Ферзь Е2 тоже недостатки есть. Последовало Ферзь Е8. Ферзь Е8 очень сильный ход. С идеей перевода коня через Аш5 на Ф4. До этого момента Образцова играет Шабал. Не знаю, как я, но черный просто играет здорово. Ферзя переводит на Ж6 и пытается атаковать короляду самого. Да, слону А3. Слону А3. И почему-то на Д5 не бьет. Вот, то есть вот была возможность такая взять на Д5. Да, вот такая позиция. Возможность, что тут она... Теперь брать на Е7 нельзя из-за Ферзь бьет Ж2 мат. Ух ты, ух ты. У белых, конечно, конь на Д5 красив. Да. Но им надо как-то Ф3 ставить. Вот именно так я где-то и хотел играть. БЦ, БЦ. Чуточку приятнее у белых, но можно не выиграть эту позицию. Ну, кстати, тут может быть ничуть, где-то Ц5 грозить будет. Ну и закончится 3 на 2, скорее всего, ладейником. Да, это было объективно выглядит как сильнейший. Почему черные на это не пошли, тоже можно понять. Черным надо выигрывать. А может, не какой-то азарт появился? Может быть, он смотрит, борьба от позиции. Шабалов не любит так просто упрощать позицию, насколько я знаю. Он любит борьбу до конца. Опять. Ну и, как выяснилось... То есть, что, меня приглашают отдать двух слов? В процессе партии это серьезная ошибка, вот опять. Ну, черные пригрозили, где-то конь бьет Д5, может, Б4. Ну, ты просто смял этого коня и съел на Д5. А теперь съел. Опять же, я могу спокойно съесть на Б5, потому что поле Д5 в моих руках. Меня ничего не боюсь. Да, лишняя пешка. Дали пешку. Здесь уже съел. Конь Аш-5. Вот в этом была идея. Конь Аш-4 грозит. Ох, как было неприятно во время партии. Ну, назревают прям угрозы страшные. Смотрите, обратите внимание, все фигуры черных уже на короля смотрят. Кроме ладьи Ц8. Слоны вот-вот туда выпрыгнут. Конь идет на Ф4. Слон на Аш-3 потом. Ладьи по линии вздвоится. Что моя лишняя пешка? Пока непонятно. На А2. На А2. Конь на Б5 где-то вне игры. То есть, я очень опасался за свою позицию. И удалось найти сильную идею. Ферзь Д3. Ну, конечно, хочу поменять Ферзей. Ну, с лишней пешки, конечно. К счастью было бы. Он, естественно, не хочет. Опять же, понимание позиции демонстрирует. И теперь конем с Д5 хочешь сбить коня Ф4. Я так понял. Совершенно верно. Слон Е4 блокада. Это я не напал на А7 ни в коем случае. Пешка А7 совсем не нужна здесь белым. Но известно, что слабое поле лучше всего конь дать. Поэтому хочу коня просто. Коня Ф4. Вроде ферзь Д2 охота обязательной. Да, там же где-то конь А3. И черные пошли ставить мат. Ферзь А5. Ферзь А5 мат, да. Слон Ф3 не пойдешь из коня А3. Ладья бьет Ф3, например. Совершенно верно. То есть, давай покажем зрителям. Конь А3. На ЖАЖ ферзь бьет Ф3. Просто ужасная структура. А здесь после ладья бьет Ф3. ЖФ ферзь бьет Ф3. Конь Ж2. Там еще слон С6. Слон С6, да. Я это и хотел показать. То есть, белое полностью запотовано. И мат не за горами. Это как раз то, к чему стремятся черные. Такой наглядный вариант. Ну, неожиданно следует... Да, неудачный и конь Д5, которая, казалось бы, плановая, чтобы вышибить коня Ф4. После слон Ж5 коня на Ф4 взять нельзя. И за слон бьет Ф4. Вилка на Д2 и на Х2. Здесь король один остался. И белого короля начинают запинывать. То есть, ладья бьет Ф2. Если взять ладьей на Ф2, то чтобы... Конь Ж3. Да, ферзь бьет Д1 и ферзь Ф1 мат. А после слона Ф3... Да, тоже непонятно, куда отходить ладьи. То есть, это бы тоже попало в рубрику шедевры. Только с другой стороны. Да, вот это как раз сшибало по всей своей красе. Да, король бьет Ж3, ферзь H4 мат. Вот множество таких побед он одержал. Примерно. Вот. Ну, тут удалось поднять отличную идею. Вместо конь Д5. Конь бьет Д6. Казалось бы, белая... Однокровие завидное. Завидное. Ну, ход легко находится. Во-первых, ну, лишнюю пешку съесть. Никто никогда не отказывается. Мата-то нет, ферзь. Во-вторых, самое главное, конь на Б5 совсем потерялся. И тут даже не столько я пешку съел, сколько быстрее коня в бой вести хочу. Где-то конь в 5 могу еще. И где-то конь в 7 сейчас вилки начнутся. После ладья Д8. Так и получилось. Конь серьезно завис на Д6. И, конечно, тут же его подкрепили. И надежно его забили. Да. То есть, чтобы если возьмут на Д6, у нас была... Далеко продвинутая проходная. Вот тут конь Е2, король Х1, ладья Ф4. Вот критический момент, да? Две угрозы. Висит конь. То есть, угрожает слон бьет Д6, ладья бьет Е4. Но еще сильнее угрожает. Ферзь бьет Х2, король бьет Х2, ладья Х4. Это запросто можно зевнуть. Ферзь Х2. Такой ладья Ф4, кажется, напал на слона Е4, да? Да. Самое интересное, что Ф3... Ф3 даже. Ф3 хочется пойти, но там Ферзь Х2. Хотелось бы Ф3 сходить, да? Давай покажем тоже шедевр. Надо показать, это шедевр настоящий. Где так увидишь, чтобы черные мотовали? У меня, кстати, есть партия, где я так же подготовил. Вот эта угроза страшная. Я осуществил такую идею. Ну, я немножко расскажу все-таки тут, что я испытывал этот момент. Конечно, испытывал легкий ужас, такой неприятный. Думаю, ну что такое? Вроде играл логично, ни одной ошибки. А такая атака смертельная. Ферзь Х2 угроза страшная. Ж3 тут, я не помню, по какой-то причине не проходил. А, ладья А4 и Ферзь Ф3, какие-то маты красивые, в общем. По-моему. Так, Аш3 слон, Аш3. Ферзь Х2 грозит. Помню в каком-то ролике, да, где-то в интернете, какую-то комментировал свою партию. Я говорил, соперник у меня сильный здесь. И говорил, как обыграть сильного соперника? Можно и нужно обыграть. По-моему, рекомендацию такую давал, что надо очень солидно, надежно, грамотно разыграть дебют. Что я сделал, я ошибки не вижу со своей стороны. И в какой-то момент критически надо бы почувствовать. Нанести фантастически сильный удар. Фантастически. Неожиданный, сильный, мощный удар. Ход найти. В первую очередь, психологическую ударность, которого он не ждет. Да? Его огорошить, чтобы он просто... Он-то, может быть, думает, что ты ничью хочешь сделать. Так называемый убийственный ход. Ты прочно все поставил, да? Психологически сильный, чтобы он просто... Ничего себе. Но мало сделать просто психологически сильный ход. Ну, сделать психологически... Можно бахнуть куда-нибудь, маши ломить. Потом соперник 2-3 хода почитает, скажет, что за чушь опровергнет. И все. Ход еще должен быть в шахматном плане очень сильный. То есть этот ход фантастический, он должен быть сильный со всех сторон. И тогда можно победить сильного соперника. Вот в этой партии мне повезло. Не мне повезло, я этот, по-моему, заранее предвидел эту возможность. И нанес такой удар совершенно неожиданный, ошеломительный, от короля. Ярик признан под богатырь, про какие-то... По-разному назад под богатырь, да? Ну, что-то типа такого. И здесь последовало G4. От короля на два поля. В бой. Нас атакуют, а мы... А мы отдаем бешку ключевую, которая... Казалось бы, открываем все ворота короля. Заходи, пожалуйста, шахуй, матуй, что хочешь делать. Но все не так просто. Ход очень сильный. У черных... Черные лишены возможности побить на H2 и дать мат на H4. В том-то и дело. И у них нет времени на то, чтобы взять на D6, висит ферзь. И они, оказывается... Не проходит слон бьет G4. Вот важный момент. По причине коня в 7 шах. Да-да-да, что-то такие варианты какие-то красивые. Там на D8. И ферзь D8. То есть белые тоже предъявляют кое-какие козыри. Ну и, в общем-то, пешка C должна решить. А, тут еще и коня сожрали. Да. И приходится черным бить здесь ладьей. Ну, дело в том, что приходилось много считать. Сейчас смотрим, кажется, просто. Но считать... На самом деле, это не просто ход от короля. Это жертва ферзя, на самом деле. Как ни странно звучит. Белые жертвуют ферзя ходу. Ну, тут фальси... Да, сейчас конь бьет G4-то нельзя ходить. Это очевидно. Да. Слон бьет G4. На F3, коль, G3 шаг есть. Там под слон G5 попадут еще. Поэтому... То есть, играть надо очень четко. Ферзь Е2. Ладья G1. И белые остались без ферзя. Но за ферзя они удалили у противника максимум активных фигур. Теперь висит слон на D7. И у белых за ферзя две ладьи и конь. Ничего себе жертва. Это выигрыш кучи фигур за ферзя, я бы сказал. Еще опасная проходная C5, которую, правда, можно съесть в такой момент. Да, конечно, такая псевдо-жертва. Просто разгрузку произвели. Такой выгодный размен для белых. Всех атакеров уничтожили, остались с лишним материалом. Ну, кстати, конь B5 сказал свою роль. Как только он на D6 попал, действительно, черным стало играть намного сложнее. То есть, вовремя ты его в игру подтащил. Кстати, я помню, Рома, смотри, когда я вот эту партию сыграл. G4 как-то я охотно на нее вообще не обратил внимания. Ну, как-то вот после партии, мне казалось, все естественно. Считал хорошо варианты, какой был год? 2000-30 лет мне было. Считал прекрасно. G4 как-то мне казалось естественно. Просто. А вот мне что понравилось после партии, чем я был горд, действительно. Тут позиция-то суматошная. Как бы тут за ферзя много, но король слабенький. Там слоны какие-то. И у черных масс активных угроз ферзь вообще звери. Помню, я был очень горд, что я реализовал очень технично, не дал ни одного шанса при реализации вот этой позиции. Мне понравилось, что я хорошо реализовал. На слон c8. Опять же, слоны остались. Слабое место практически всех. Да, не расслабился. И помню, что тут именно надо было напрячься и найти еще несколько сильных ходов. Потому что стоит... Все висит у белых. Тут расслабиться и сейчас на f2 потеряешь. Слон выскочит. Конечно, конечно. Король тоже там диагональ. Слон f6. Заставили пойти. Вот первый удар мощный. Первый удар. Кой бьет е5. На слон бьет е5. Ладья до 8. Ладья бьет с8. Да. Ж6. Второй удар. То есть не так просто. Это уже разгром такой. То есть эти ходы все надо было находить. Иначе контры игра могла возникнуть. Насколько я помню, позиция не настолько выиграла. Слон g6. Тоже тут какая-то такая... Ну, братья ж6 на слон g7. Ладья g1. Да, да, да. И нет хода слон b7. Просто c6 закрылись. И все. Король f8. Да, угрожало слон d3 шаг просто. Поэтому король f8 надо. Теперь напал на ферзя черным. Не до взятия коня на е5. Там, наверное, вилка на g4. Да. И теперь за 4. И черный ход тоже, опять же, на мой взгляд. После размена. Ферзь f3. Очень точно ход ход g2. Надо было предвидеть кон g2. Тоже такую защиту на самом деле. И все. Черным уже ни на что не напасть. Белые отняли диагональ. И партия закончилась. В общем, очень симпатичная, на мой взгляд, победа. Не знаю, шедевр это или нет. Но ход g4. Меня лично впечатлило очень сильно, когда я впервые увидел эту партию. Почему я об этой партии вообще вспомнил? Рома попросил, покажи какую-нибудь партию. Я думал, что показать, партий много. И почему я вспомнил об этой партии? Просто был забавный случай. Я играл за команду в Дагомысе. За нижне-тагильскую команду в этой высшей лиге. И в выходной день, по-моему, где-то прогулясь по пляжу. Встретился с Алексеем Шировым. Случайно. Беседовали, беседовали. Я говорю, ну вот. Много ваших партий прекрасно знают. Он говорит, ну я тоже эту партию знаю. Прекрасный ход g4 с Шабалом. Говорит, это я запомнил. Я думаю, что за ход g4? Думаю, откуда он? Он пришел, посмотрел. Точно g4. О, ничего себе, хорошо. Мне Алексей Широв фактически помог эту партию. Почему-то у меня g4 не отложилось сначала. Только потом. Настолько естественно выглядела. Шикарная партия. Именно из-за хода g4 он не подходит. А потом посмотрел. Да, действительно. 4 ход хороший. Ну, в общем, спасибо за внимание. Да, всем спасибо. С вами были Роман Овечкин и Сергей Вокарев. До новых встреч. До новых встреч. До новых шедевров. Да. Всем побед. Из анонсов у меня планируется в воскресенье стрим с Аркадием Либерманом с последних туров чемпионата мира по Блицу. И в то же воскресенье только в 10 часов вечера по Москве какой-то командный турнир будет. Будет матч с командой, матч Россия-Исландия на Ческоме. Я сыграю вот эти пару партий. 5 плюс 2 с контролем. Попал в сборную? Да не, ну ты попал. Там любой попадет, мне кажется. Тоже подключайтесь. Кто на Ческоме в команде России состоит, надо сыграть, победить. Ну и, соответственно, я простримлю немножко. Так, ну все. С вами был Роман Овечкин и Сергей Вокарев. Подписывайтесь на мой канал. Лайки, дизлайки и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok